Что такое святость? Одно из определений святости это другой. Просто другой. Это одно и это другое. Святость это отличие. Это что-то, которое отличается. Другое определение, чтобы нам стало понятно, о чем мы говорим, это слово отдельный. Отделять. Это слово отделять. Святость это необычный. Есть посадневный, обычный, привычный. А вот это святость это необычный. Это уникальный, особенный. Другое определение святости это чистый. Чистый, очищенный. Следующее святость, определение это что-то достойное почитания. И не один раз мы встречаем в Библии, особенно в Новом Завете, особенно в письмах апостолов, что вы отделены, вы не как прочные люди. Мы слышим, что не поступайте как остальные, потому что Бог выделил вас, Бог отделял вас. И когда мы говорим о святости, я бы хотела, чтобы в нашем разуме, чтобы мы всегда думали, что я отделена, я отделена на служение, я взята, я взят на служение, я отдельно Бог мне готовить на служение. Поэтому очень важно, чтобы мы не стремились быть похожими на мир, потому что как раз Бог взял нас, Бог специально взял нас от мира, Он отделил нас. И это очень печально от неразумения, когда мы когда мы рвемся, да? Правильное слово? Рвемся туда, откуда мы были взяты. Когда мы хотим опять как свинья, да? Возвращаться к своему ревоту. Мы были общие, мы были как все, мы жили по общей традиции, мы ничем не отличались от соседа, но пришел Иисус и Он осознанно начал отделять нас. И когда мы противостоим святости, оно похоже так, что Бог хочет отделять, я говорю, Бог, мне нравится, Бог говорит, иди сюда, Бог очищает нас, а мы говорим, нет, Бог, мне нравится, я всю жизнь так жил, мне привычно, я не хочу быть белой ворона, я не хочу отличаться, но работа Бога, как раз, чтобы я отличался, Бог трудится с утра до вечера, чтобы я отличалась, везде, чтобы я отличалась в семье, чтобы я отличалась в обществе, Бог работает так сильно, чтобы я отличалась, но иногда от незнания мы отказываемся отличаться, не, все будут смотреть на меня, больше ответственности будет на мне, все будет видно, как раз, это то, что Бог хочет, чтобы все было видно, когда мы говорим о святости, мы говорим об отделении, отделении на миссию, отделении на призвание, святой сын, святая душка, святая жена, святой служитель, святой граждан то есть не общий, никак все особенный святой, мы попадаем в маленький процент, который изменяет мир, мы попадаем в маленькую группу людей, которые изменить мир, скажите мне, что больше, святые люди или не святые люди? Божьи не святые люди, поэтому это такая привилегия, это такой выбор Божий, что Он ввел нас в свою святость, Он осенил нас в своей святости, Он делится с нами своей святости, и в местописании, да, в Библии часто говорят, свят, свят, свят Господь Саваоф, о чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что Бог настолько как сгущенное молоко, насколько Он как сгущенно свят, Он насколько много свят, куда ни посмотри от Него столько святости, что одним словом и один раз недостаточно донести мысли, что Он святой, поэтому обычно говорит свят, свят, как Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, или как был сон у фараона, и когда Иосиф из такого это сон, Он говорил, сар, у тебя сон один и тоже, с этими колосями, колосями, да, и с этими коровами, Он говорит, месседж один и тоже, но Он говорит, Бог показал два раза, чтобы, ну, как будто бить колоком, чтобы делать ударение, вот, и тоже, когда в Библии пишется, свят, 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 Господь Саваок, вся земля по нас славе Твоей, это делает ударение, насколько Он свят, то есть, один раз недостаточно передать, насколько Он святой, насколько Он чистый, насколько Он отделенный для призвания, и написано в Матве, будьте свят, как я свят. Бог, который сгущенно святый, Бог, который невозможно одним словом описать Его святости, обращается к нам через Иисуса Христа, и Он говорит мне, и Он говорит вам, Андрей, Саша, Николай, Сандра, Катя, Василий, будь свят, как я свят, будь отделенный, как я отделен, будь чист, как я чист, будь другим, как я другой, будь иним, как я иной, у нас иной Бог, у нас другой Бог, говорилось о Халеве, говорилось об Иисусе Навине, что в них другой Дух, в них другой Дух, в них Дух Бога Живого, Святой Дух, у нас Святой Дух, у нас особенный Дух, у нас чистый Дух, и Бог всегда ставит святость, как штамп на все его изделия, точно как некоторые предприятия на каждом изделии ставят определенный знак, штамп, чтобы было видно, какой штамп Бог ставил на меня, какой штамп Бог ставил на себя, как знать торговлю Маку Бога, как он выглядит, святость, свят, отделенный для Бога, другой, и он не стесняется, что он другой, другой, и он не скрывается, что он другой, другой, он не смущается, что он другой, будьте свят, ибо я свят, дорогая церковь, у нас выбора нет, как отец, так и сын, будьте свят, ибо я родил вас, будьте свят, ибо я свят, у нас выбора нет, у нас нет другой судьбы, мы призваны к святости, мы призваны быть чистым, мы призваны быть другой, если мы называем его отцом, если мы говорим, что мы от него, будьте святы, как я свят, возьмите от моей святости, возьмите от моей святости, проводите достаточно время со мной, станьте моим другом, чтобы вы могли взять семени моей святости и начинать развивать эту святость в себе и дальнейшим передать эту святость другим людям, если он свят, я могу быть свят, святость для верующего человека это процесс, от силы в силу, от веры в веру, от святости в святость, пока мы живем, мы работаем над собой, пока мы живем, мы развиваемся, и пока мы живем, мы поднимаем планку святости, для новообращенного святость это хотя бы не сделало то, что он делал раньше, а для верующего, который давно верующий, святость для него уже доходит до уровня мыслей, насколько я связ свои мысли для мира, для видимого мира, если человек не курит, если человек не пьет, он уже герой, он хороший, если человек не утаивает ничего, если человек аккуратно, ой, боже мой, уже я не знаю, родину мать для него надо построить, это начало, это обесе святости, когда мы уходим от видимых плохих привычек, когда мы уходим от людей, от вещей, которые несут большие уроны, но Бог на это не останавливает, Бог свят в своих мыслях, и туда Он нас ведет, туда Он нас ведет, будьте свят, не как мир свят, пусть ваш эталон святости не будет то, что ваша культура требует, пусть эталон святости не будет общей принятии, нет, эталон вашей святости пусть будет моим эталоном будьте свят не как святой Николай будьте свят не как святой Татьяна будьте свят не как родина Мать Иисуса как она ну там по Мать Свят и Божия да да будьте свят не как она но будьте свят как я я ваш эталон научите святости у меня я свят оно у меня есть живите со мной проводите время со мной в уединении читайте слово окружайте себя верующими людьми и вы через какое-то время станете святыми точно как я святой Бог дал нам много закона но вы знаете закон Божий это равно святость через эти законы Бог добивает у нас святости Бог помогает нам быть святыми здесь заповедь это помощь Богу нам быть святыми нагорные проповеди это помощь Богу нам быть святыми и так законы Божии у святости они даны чтобы защищать нас когда Бог говорит будьте святыми на самом деле он этим защищает нас потому что святость ведет к жизни а грек беззаконие ведет к смерти и я говорю о жизни вечной и я говорю о смерти вечной и поэтому когда Бог говорит будь свят как я когда Бог говорит соблюдайте мои законы которые есть святости по другому святость это соблюдение законы Божьи это все ведет к жизни это все чтобы сохранить нас это все чтобы защищать нас и Бог это все делает чтобы мы были в Божьем рамке и делать то что Он хочет чтобы мы чтобы мы делали и во всем описание Бога Бог всегда описывает себя как святой Бог когда Он встретил Моисе Он говорит сними обувь потому что место где ты есть это святое место везде где Бог приходит там становится святое место если если вы осознаете Бога в своей жизни если вы осознаете Бога на своей работе если вы осознаете Бога в своем бизнесе тогда ваша жизнь iate ваша работа и ваш бизнес становится святым там куда Бог приходит становится святое место потому что Бог не может жить вместе с грехом Он приходит и это место становится святое место и я прихожу на основании Бога и это место становится святое я святой ребенок для моих родителям вы святой муж для своей жены жена ты святая жена другая не надо сравнивать ну у тех не так оставьте эти ты другая ты отделена те отделена для миссии те отделена для благословения те отделена для прощения грехов ты агент бога там где ты находишься будь свят как если с ними обувь с ними год с ними свои веры 7 свои менталитет ибо ты находишься на святой земли ты призывал меня и это место становится свято с ними традицию с ними привычности и осознавай мою святость осознавая мою чистоту осознавать все то что я день следующий святость для нас как верующего человека это умение отделять доброе а зла библия говорит что весь мир лежит во зле и больше зла чем добро и зло она притягивает зло она при украшено зло она красиво она доступа легко грешить чем не грешить это уже когда мы во кресте иисусе с большим разумением становится наоборот для нас но а так легко грешить ничего не стоит закурить ничего не стоит блюдить тебе не надо закончить университет тебе специальные курсы не надо пройти чтобы не грешить чтобы грешить а чтобы не грешить надо закончить университет надо закончить Божий университет. Надо пройти встречу с Иисусом. Надо читать Библию. Надо молиться. И Бог призывает нас к этой святости. Бог призывает нас к тому, чтобы мы умели. Потому что все насколько хитрое. Все насколько замаскированное. Что нам надо уметь отделять добро от зла. Нам надо уметь Духом Божьим иметь различение Духа. И сохранить свою святость перед обстоятельствами. Почему Бог призывает нас к святости? Потому что через святость Бог формирует глубокие Божьи ценности в нас. Святости, она должна связана с мыслями. Мы с мыслями. Бог хочет, чтобы моя святость Она была, я уже говорил об этом, но я осознанно повторяю. Кстати, моя святость не была на уровне видимых вещей. Чтобы моя святость не была только внешней святости. Бог хочет, чтобы моя святость была связана вообще с начальным процессом. С началом процесса мыслей. Чтобы я начала быть святой здесь чтобы я начала отделять добро от зла здесь где люди не видят моя святость прежде всего должна быть перед богом он требует от меня святости и ему я буду дать отчет святости он хочет чтобы мы были святыми и мы можем каждый на своем уровне быть святыми для бога притчи 8 13 давайте быстренько открываем притчи 8 13 это подтверждение того то что я говорю страх господний то есть святость это ненавидит зло и так далее гордость это все зло то есть святость это не есть не делает беззаконие я хочу чтобы вы ушли домой с этим мы смысл мысли святость это не есть только не делай зло но святость есть ненавидит зло мы как верующие люди и наши дети растут вот подростки в основном я да у нас есть сейчас очень важно чтобы мы и наши дети знали что святость это не когда я не курю святость это не когда я не употребляю плохие слова это не это это не глубина святости глубина святость это когда я ненавидит курить курить даже есть очень много дети верующих родителей есть очень много верующих людей здесь которые не пьют не курят не смотрят панографию но вы знаете одновременно они его ненавидят они это не делаю потому что и им и не надо зачем заработать себе болезни зачем проблема в семье но они особо его и ненавидят если бы можно крути так если можно это сделать и не грешить они бета сделали кто-то понимает о чем мы говорим если бы это было не грек они бета сделали но бог говорит страх господни это не есть не делать зло мы можем притворяться и не делать зло зависимости от обстоятельства говорят что мы все актеры говорят что мы все можем вести себе как надо в разных обстоятельствах не делать это это еще не все но ненавидеть не поддержать не стать равнодушными недостаточно что ты его не делаешь но скажи мне любишь ты это сколько верующий думаю о так жал что нельзя заниматься сексом до брака вот девушка готова дает все бесплатно а нельзя ужас как обидно если мы так еще думаем получается нам надо работать над собой святость срак господни ненавидеть в евреи по моему первая глава 9 стих написано об иисусе ибо ты возлюбил правду и вас ненавидеть беззаконе поэтому я поднял тебе выше богу недостаточно что то что мы не делаем потому что то что мы не делаем она может бы еще не нашел достаточно корни в наше сердце но когда мы возлюбим правду когда когда до нас дойдет при любимом обстоятельства тяжелее простейший все равно я люблю правду я вас ненавижу тогда то что я делаю она не зависит от обстоятельства то что я делаю зависит от глубокой формирования глубокой ценности убейте расстиляет делайте что хотите я ненавижу и все я заправду и все и тогда мы никогда не будем маринетками тогда никто не сможет нас подкупать тогда действительно мы будем постоянными тоже святос уже будет пустить глубокую корни внутри нас страх господни святос это не только не делать но ненавидеть и делать все чтобы это не распространяться они то что ну вам можно мне нельзя и с таким сожалением я родила в крестьянской семьи поэтому я знаю о чем я говорю тебе дискотеку нельзя все остальные можно тебе парень иметь нельзя все остальные можно идти как жакая но жалко творение какое-то ходишь по жизни все можно мне не а почему меня нельзя как иногда форес меня тоже говорит все так делаю а чего мне нельзя срока срока спорни ненавидеть а чтобы не на видеть надо понять недостаточно только не делать наше если твоя святость на уровне нельзя это нельзя не убей не же не это это оно долго не проживет надо чтобы она опустилась корни глубже чтобы ненавидеть зло и на видеть беззаконие тогда это прочно и это то что мы должны передать нашим детям мы не должны быть удовлетворены что они не делаю мы должны убедиться садить с ними использовать все обстоятельства чтобы учить убедиться что святость вошло глубь они тоже мой сын не пьет не курит он не 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 насколько вошел глубину очень важно чтобы вошел глубину я тут написала написала что святость которая не связана с нашими мыслями она не долговечная святость если наша святость не на уровне мыслей она не долг она долго не проживет когда будет сильное искушение когда будет сильное испытание не выдержишь не выдержишь поэтому пожалуйста пустите корень вниз естественно мы знаем притчи 9 10 я не буду считать святость равна мудрость страх господний начало мудрости если я хочу быть мудро если вы хотите быть мудрым а мы знаем что мудрость нужно это опять же через святости нет мудрости вопреки нет мудрости вопреки святости святость дружить с мудростью неразделимы святость это безопасности это мы видим притчи 9 12 моя безопасность это моя святость та святость которая бог дает мне я могу спать спокойно я могу дружить с совестью потому что живу свято позволяю чтобы бог отражал через меня его святости и тогда у меня все в порядке страх божий святость продлевает жизнь что это значит да вы можете сказать мы все проживем сколько бог нас отведен или отведена но вы знаете есть некоторые люди которые продлевают свою жизнь и есть люди которые украшают свою жизнь через страх божий мы можем продлевать нашу жизнь если нагладным примером мы видим что когда люди живут очень бурно в беззаконии они внезапно могут умирать могут умирать от алкоголизма от наркотики пошел в компания там драк началась и убили его но скажите это воля божья для него нет большая вероятность что если он не пьет не курит не крутится вокруг банды большая вероятность что его жизнь могла бы продлеваться и то же самое мы всегда не видим как бог продлевает нашу жизнь но бог заинтересован чтобы он продлевал нашу жизнь поэтому через святость он удлиняет он продлевает вот эту жизнь он защищает нас от ненужных вещей и последний это притча двенадцатая глава давайте одновременно будем готовиться к пожертвованию на строительство вы просто готовьтесь пока притчи двенадцать двенадцать один два притчи двенадцать стих двадцать шесть праведник указывает ближнему своему пути а путь несчастливых вводит их соблюждение в той версии которую я прочитала суть этого местописания это то что праведник аккуратно выбирает своих друзей мы говорили сегодня об роли окружения в том чтобы мы остались святыми то есть чтобы мы отказывались от вредной привычки и наработали позитивные хорошие привычки никто из нас это не сделает без друзей человек который хочет жить свято очень не знаю аналитически очень стратегически выбирает свои друзей вы знаете у каждого из нас есть выбор выбрать кто будет его друг не думайте что у вас выбора нету если если ваш друг не приближает вас к святости вы можете освободиться от него праведник выбирает своих друзей потому что оно не будет работать я там была я там жила как я говорила что я всю жизнь верующий можно сказать но было время ну что тут плохого ну они неверующие ну или он верующий и неверующий знаете сейчас много таких верующий неверующий ну ничего ну я же себя знаю я знаю мои ценности мы только посидим они тебе мусору наговорят на осуждать от бенихина до уборщица и ты будешь улыбаться ну и после этого ты утеряешь что-то есть паса когда-то говорили что если твои друзья не добавляют что-то к тебе значит они что-то теряешь друзья очень важно наше окружение с кем мы делимся очень важно очень очень важно поэтому в нашем стремлении к святости мы должны работать и оценивать кто же мой друг кто мои друзья они меня вытягивают на высший уровень святости или они насмехаются над моей святости каждый раз когда я пытаюсь быть более посвященной каждый раз когда я пытаюсь делать лишние шаги идти лишним милом ободряют ли они меня и они смеются надо мной выбирайте выбирайте друзей которые боятся бога выбирайте друзей у которых святости на уровне мысли выбирайте друзей которые дают отчет богу не только за свои слова но которые дают богу отчет со своей мысли. Святость всегда должна быть связана с мыслью. Если нет, это не долго, вечно. Если да, можно сказать, что вы приобрели что-то ценное, что-то долго в своей жизни.